Итак, в первую очередь я хочу поблагодарить нашего партнера в России и СНГ, компанию WebTech, благодаря которой мы сегодня с вами здесь общаемся. И о чем я хочу сегодня рассказать. Компания Zendesk – это компания, которая предоставляет программное обеспечение в формате SaaS для обеспечения наилучшего клиентского сервиса. И каждый год мы проводим опрос более 90 тысяч наших клиентов в 160 странах мира для того, чтобы определить, что именно эти компании видят для себя ключевым в развитии на будущий год. И сейчас я хочу поделиться с вами результатом этого исследования, нашим отчетом и обязательно, конечно, подтвержу его с своей стороны и аналитикой, и несколькими клиентскими кейсами. Итак, о чем мы говорим в первую очередь? В первую очередь это в 2021 году клиентский сервис будет в центре внимания. Это тренд, который сохраняется уже в течение последних двух-трех лет, и мы не единственная компания, которая это отмечает. Если вы послушаете прогнозы Forrester на 2021 год, там также для всех line of business, для маркетинга, для IT, для sales основное и самое главное – это клиентский сервис. Почему? Сейчас мы видим, что уникальных сервисов, уникальных продуктов на рынке действительно не очень много, поэтому клиентский сервис и качество клиентского сервиса сейчас для компании становится их стратегическим преимуществом. Это то, на что смотрят наши клиенты. В среднем, согласно данным PricewaterhouseCoopers, клиенты готовы платить на 10-15% больше за консюмерские сервисы и продукты, если их устраивает сервис. И совершенно понятно, что клиенты, когда принимают решение о покупке, когда они взаимодействуют с брендом, если их сервис не устраивает, они, безусловно, меняют поставщика услуг или поставщика продуктов. Здесь оценки различных аналитиков отличаются. Мы говорим о 48% клиентов, которые уйдут после повторного одного плохого взаимодействия. Pricewaterhouse говорит о том, что после как минимум двух вас покинет почти 60% клиентов. То есть это действительно достаточно серьезные цифры. Мы все знаем, что удержание клиентов – это более дешевое направление, чем привлечение новых, поэтому это действительно тот тренд, на который стоит обратить внимание. Тем не менее, согласно нашему опросу, большинство компаний даже сейчас у службы поддержки нет доступа к основным и необходимым клиентским данным. И на самом деле финтех и банки здесь зачастую не исключение. Когда вы обращаетесь в одно из отделений, вы звоните по телефону, вы обращаетесь через чат, зачастую вы сталкиваетесь с тем, что у компании, у агента, который общается с вами, работает с вами, нет полной картины вас как клиента. Это связано безусловно с тем, что зачастую мы сталкиваемся со сложностью интеграции, мы сталкиваемся с тем, что с различными ограничениями по поводу персональных данных. Но мы все понимаем, что для эффективного клиентского сервиса, для позитивного клиентского опыта у агента должен быть тот самый необходимый минимум, который определяется здравым смыслом в первую очередь, для того, чтобы общаться с вашими клиентами. И здесь хорошим примером будет рассказать о нашем клиенте Азимо. Это финтех, который сейчас позволяет переводить деньги в 195 стран и различных регионов. И здесь интересно отметить, что финтехи зачастую в момент своего старта ориентируются, конечно, на более простые решения для клиентского сервиса, что-то, что позволит сейчас полететь. Однако необходимо понимать, что даже в тот момент, когда вы задумываетесь только о старте, необходимо держать в голове возможность масштабировать то или иное решение, которое вы используете. И то решение, с которым стартовала компания Азимо, очень быстро перестало отвечать тем требованиям, которые компания к ним предъявляла. Это управление данными, возможность доступа к клиентским данным и, безусловно, омниканальность, про которую мы еще сегодня не раз будем говорить. И с 2018 года Азимо переключилась на Zendesk и сейчас клиенты имеют возможность доступа к базе знаний специальной для клиентов, где отражены наиболее частые вопросы. И общаясь с агентом, агент видит всю информацию о клиенте и имеет возможность общаться с клиентом в рамках одного окна, переключаясь между различными каналами. Следующий тренд, о котором мы говорим, это новый мир коммуникации. Безусловно, в 2020 году мы все столкнулись с тем, что у нас появились новые каналы коммуникации, как у бизнеса и, безусловно, как у частных лиц. Мы с вами начали общаться со своими друзьями, со своими коллегами в абсолютно новом формате. И те люди, которые даже бесконечно были далеки от различных мессенджеров, от зума, все мы оказались здесь. И, естественно, следующим этапом это все перетекло в общение B2C. Когда я общаюсь со своими друзьями в WhatsApp, когда я пишу в Facebook мессенджер, почему я не могу сделать то же самое, общаясь с бизнесом. Для меня, как для клиента, это удобно. И, безусловно, для бизнеса очень важно быть там, где его клиенты. Интересно отметить, что, несмотря на эту тенденцию, по-прежнему ключевым каналом для общения со службой поддержки для многих клиентов остается телефон. Здесь есть ряд плюсов и минусов. Плюс очевиден. Это персональное общение. И, как говорит, например, Эдриан Свиско, который является консультантом Forbes, что построить отношения с клиентом, когда мы думаем только об эффективности и автоматизации, построить отношения, персональные отношения невозможно. И в этом смысле, конечно, телефонного общения никто не заменит. Но мы прекрасно понимаем, что это канал, который обладает рядом серьезных недостатков. В первую очередь, он плохо масштабируется. И агент, имея одну пару ушей и один рот, может, естественно, разговаривать одновременно только с одним клиентом. Следующий канал, лидирующий, это e-mail, который, безусловно, отличный канал, отлично масштабируется, но не является каналом реального времени. Обращу ваше внимание на третью и четвертую позицию. На третьей позиции сейчас находится мессенджинг и только на четвертый чат. До 2020 года чат был каналом с наивысшим показателем СИСАД, удовлетворенности клиентов. Сейчас эту позицию у него отнял мессенджинг. И мессенджинг – это реально тот канал, которым сейчас очень важно пользоваться, потому что там ваши клиенты, особенно если мы говорим о финтехе. И здесь, безусловно, мы сталкиваемся сразу же с обратной позицией. Если я, как финтех, хочу быстро добавить канал для общения, если мне это необходимо как бизнесу, как я могу это сделать? И система, которую вы используете для поддержки клиентов, безусловно, должна давать вам возможность очень быстро и эффективно это сделать. И понятно, что мы не можем отказаться от какого-то из вышеперечисленных каналов, потому что если мы ориентируемся на разные слои населения, если мы ориентируемся на разные возрастные группы, у нас всегда будут клиенты, которые будут хотеть нам позвонить, всегда будут клиенты, для кого удобнее тот или иной канал общения. Мы видим, что те компании, которые являются лидерами на рынке, лидерами в каждой из областей по Customer Experience, мы видим, что они в первую очередь ориентируются на умниканальную поддержку. Здесь хорошим примером будет Альфа-Банк Беларусь. Это белорусское подразделение компании Альфа-Банк. И основной задачей коллег было сделать свой формат персонализированного общения, сделать его очень индивидуальным, сделать его своим конкурентным преимуществом на рынке. Я думаю, что коллегам, безусловно, это удалось. Мы часто просматриваем вместе с ними их общение с клиентами, и это действительно очень персонализированное общение. Что здесь важно еще отметить? Я часто об этом говорю, и когда... Рассказываю, что такое в реальности умниканальность. Есть у нас такое понятие мультиканальность, да, у вас много каналов, вы там общаетесь. Что такое реальный умниченел? Это когда, общаясь с клиентами через различные каналы, вы, тем не менее, сохраняете контекст этого общения и имеете возможность обрабатывать поступающие тикеты от клиента, вне зависимости от того канала, через который вы получили, в рамках внутренних политик компаний, в рамках тех же самых SLA. Это очень важно, потому что только это дает вот эту унифицированную умниканальную систему поддержки. Это, конечно, как раз то, чем Zendesk активно занимается. Для нас 2021 год – это в первую очередь год мессенджинга, и мы делаем сейчас все возможное, чтобы агентам было удобно общаться через такие каналы, как WhatsApp, Facebook, и все, и делать это все в рамках одного окна, переключая там буквально одну кнопку. Итак, следующий тренд. Безусловно, это акцент на гибкость. Что такое гибкость? О чем мы здесь говорим? Гибкость – вообще понятие очень широкое, которое ко многим областям и частям бизнеса применимо. В первую очередь я хочу здесь сказать о таком явлении, как Zero Code. Мы понимаем, что если для того, чтобы внести какие-то изменения в наши бизнес-процессы, нам необходимо реализовать полный круг, полный проектный цикл, разработка техзадания, написание программного обеспечения, тестирование, выход в продакшн, то зачастую то, что я изначально как бизнес хотела внедрить, мне уже не нужно, потому что скорость изменений сейчас в бизнесе, она фантастическая, и то, что нужно сейчас, оно уже не нужно завтра. Посмотрите на Clubhouse, который месяц назад все были повернуты, никто оттуда не вылезал, и сейчас мы видим, насколько резко снизился интерес к этому сервису. То есть если ты не успел как бизнес, ты абсолютно точно опоздал. И только решения, которые позволяют вам вносить все бизнес-изменения самостоятельно, без привлечения IT или с ограниченным привлечением IT, они дают вам возможность такой гибкости. И как отмечает Forrester в своем прогнозе по поводу способов разработки, в 2019 году более 37% разработчиков использовали ZeroCode, и 2020 год это уже 50%. То есть это постоянный рост. Мы понимаем, что за этим будущее. И безусловно, конечно, гибкость и возможность масштабировать дают облачные решения. И вот это сочетание облачного решения с ZeroCode это то уникальное преимущество для решения, которое дает уникальную гибкость компании и возможность максимально быстро вносить изменения и максимально быстро адаптироваться к текущим условиям. И здесь я хочу привести пример компании, имя которой стало нарицательным, да, мы говорим, Сбербанк говорит про уберизацию сервисов. И Uber это гигант, и безусловно, для них было очень важно с самого начала, потому что рост у компании был фантастический, было важно использовать решения, которые позволят им масштабировать этот рост и которые позволят им эффективно развиваться. И Zendesk, безусловно, стал таким решением. Что в этом кейсе еще интересно отметить? Мы часто слышим от наших клиентов, это, наверное, уже про более крупный бизнес, про банки, которые часто задумываются о собственной разработке, об инхаус. Да, и я часто слышу, да, нет, мы, пожалуй, не будем покупать какое-то вендорское решение, мы начнем развивать свое. Здесь хочется сказать, что зачастую принимая такое решение, бизнес забывает о том, что технологические компании, поскольку это их основной бизнес, они имеют возможность, во-первых, инвестировать больше и видят больше трендов от своих других заказчиков. Наше решение, оно собирает в себе best practice от наших других заказчиков, от Uber, от Netflix, от Tesco, от прочих мировых гигантов. Мы имеем возможность это все собирать и реализовывать в нашем решении. И мы видим, что такие огромные компании, как Uber, например, они, безусловно, приходят к инхаусу. Но при этом, приходя к инхаусу, они не пытаются заменить все. Они смотрят на это разумно. И Zendesk является частью инфраструктуры Uber, помимо их, безусловно, инхаусных решений. И это, мне кажется, тот здравый смысл, это тоже то проявление гибкости, которого зачастую бизнесу не хватает. То есть это разумный подход, где я внедряю собственные решения, где я инвестирую в инхаус, где я полагаюсь на вендорские решения. И глядя на вендорские решения, еще раз хочу подчеркнуть, очень важно, что это решение Zero Code, да, без кодирования, и облачные решения, потому что именно они дают максимальную гибкость и дают возможность очень быстро масштабироваться. Мы много лет говорили про цифровую трансформацию. Я на этом рынке 20 лет, и, наверное, последние лет 10 я этот тренд слышу из каждого утюга. Я уверена, все вы точно так же. Это, безусловно, то, о чем мы все говорим. Да, важно заниматься, пора и так далее. В общем, пора настала. То есть, если вы еще ничего не сделали, оно уже здесь. И 2020 год, на самом деле, достаточно ясно нам всем показал, что те, кто не вкладывали в сервисы, электронные сервисы, да, безусловно, оказались далеко позади. И в первую очередь, наверное, здесь оказались такие более статичные области бизнеса, которые не связаны с B2C. Это скорее B2B. И зачастую, когда я разговариваю с коллегами из банков, они говорят, у нас все отлично для клиентов, все давно решено, отлично. Но когда ты чуть-чуть отходишь в сторону, говоря, например, о направлении B2B или более того, да, там, про CIB направление, когда мы смотрим туда, мы все находим там Excel великий и могучий, да, и прочие прекрасные, но несколько, я бы сказала, странные в такой области инструменты, потому что мы прекрасно понимаем. Коллеги, CIB – это огромные деньги, и B2B – это огромные деньги. Почему? Вкладывая в B2C, который, безусловно, больше оборот, да, и там как бы цена ошибки, она такая мелкая, она меньше, но их там сильно больше. Почему? Зачастую мы игнорируем направление B2B и CIB. И здесь хороший пример – это финансовое подразделение Сименса. Сименс, я думаю, не надо вам рассказывать, это такой огромный, статичный, неповоротливый немецкий гигант, у которого помимо производства посудомоечных машин, светофоров, паровозов, там, всего, чего хотите, есть также финансовое подразделение, которое весь этот цирк там финансирует, рефинансирует и так далее. И до 2019 года оно было таким абсолютно классическим, с бумажками, Excel и так далее. И коллеги приняли решение инвестировать в Zendesk, и что самое интересное, когда грянула пандемия в 2020 году, им удалось перевести всех своих агентов на удаленку за полдня. Я думаю, что не каждое B2B подразделение в нашем рынке может похвастаться такими же успехами. И даже большой зеленый слон, которого Герман Оскарович, конечно, заставил танцевать, не успел переобуться так быстро. Итак, и последнее. Сейчас, только что об этом сказала, да, будущее уже наступило. Уверена, все вы в Рунете видели прекрасную шутку. Кто стал основным драйвером цифровой трансформации в вашей компании в 2020 году? И лидер COVID-19. И в каждой шутке, к счастью или к сожалению, есть доля шутки, да, и это реальность. Более половины бизнеса говорит о том, что то, что они давно собирались сделать, они сделали благодаря пандемии. И здесь я хочу подчеркнуть основные пять, наверное, приоритетов. В первую очередь, это гибкие адаптивные технологии. Это то, про что я уже очень много говорила. Безусловно, очень важный пункт – это IT-безопасность. Да, сколько фейлов мы наблюдали с вами в прошлом году, когда компании вынуждены на ходу переобуваться, да, на удаленную работу, на удаленную работу агентов, на онлайн-заимодействие с клиентами. Сколько было проблем, да, с безопасностью, с клиентскими данными. И это реально то, с чем мы будем жить и дальше. Это никуда не уйдет, потому что мы видим, что и клиенты, и сотрудники, и сами компании увидели пользу от удаленной работы, да. Компания понимает, что можно не нанимать сотрудников там, где они дороги, можно нанимать сотрудников из других регионов на удаленную работу. И благодаря гибким инструментам эти сотрудники могут быть так же эффективны, встроены в компанию, как и сотрудники, которые могут каждый день приезжать в офис. Безусловно, сейчас идет ориентация на омниканальное обслуживание. Мы об этом тоже поговорили, да, потому что количество каналов, и именно конкретные каналы, они будут меняться постоянно. И это тоже никуда не уйдет, и нужно быть к этому готовыми. Вы должны иметь возможность адаптировать и подключать новые каналы очень быстро. Безусловно, важный приоритет – это коллаборация. Ваши сотрудники должны иметь возможность эффективно работать друг с другом. Если мы говорим о сервисе, отлично, если у вас прекрасный фронтлайн, да, первая линия, все любезные, все улыбаются, все все про вас знают. Потом мы переводим тикет на вторую линию, заявку передаем дальше, перевыставить клиенту счет, и все умирает. И какая бы у меня прекрасна ни была первая линия, если я не выстраиваю работу своей организации за спиной своего саппорта, я не приду никуда. И здесь, безусловно, очень важно, чтобы те системы, те инструменты, которыми вы пользуетесь, они вам такую возможность давали. И устанавливайте СЛИ на разные действия, которые вы должны осуществлять с клиентскими заявками. И полную прозрачность, и полное аудирование того, что происходит по той или другой заявке. Это очень важно. И последнее, но не самое неважное, цифровой офис. Я думаю, что все, кто сегодня здесь участвует, и спикеры, и слушатели, мы все с вами находимся в очень разных местах, кто-то это хоум-офис, как я, например, кто-то имеет счастье, мне кажется, сейчас это уже счастье, имеет возможность приехать в офис, и это наша реальность. И те системы, которые вы сейчас используете, должны давать возможность, безусловно, эффективно вам работать во всей этой конструкции. Не скажу здесь ничего нового, да, это прописная истина. Ваши клиенты – это ваши деньги, и тем обиднее и ужаснее, когда мы видим, да, когда мы как клиенты сами получаем недостаточно хороший клиентский опыт. Не забывайте об этом, да, и очень приятно слышать от бизнеса, когда, например, бизнес отходит от каких-то стандартных формулировок. Например, мы недавно общались с очень крупной компанией, ритейлером, и они приняли внутри себя формулировку «У нас не клиент, у нас гости». И, знаете, это очень интересный подход, потому что это меняет менталитет, это меняет отношения, это очень здорово. Ищите такие нестандартные подходы, думайте о том, как вашим клиентам, вашим гостям будет комфортно с вами общаться, как с бизнесом. Ну и последнее, если у вас есть интерес ознакомиться с большей статистикой, сюда, конечно, все, мягко говоря, не влезло, у нас ее сильно больше, переходите на наш сайт, почитайте, посмотрите, здесь очень много информации. И, коллеги, я готова ответить на ваши вопросы. Анна, большое спасибо. Уважаемые участники, вопросы вы можете, как обычно, задавать через чат. Я их Аня не озвучу, я думаю, что она постарается на все ответить. Пока вы вопросы формулируете, я попробую задать парочку от себя, потому что я сам работаю в компании, которая очень близка к клиентскому опыту и занимается, в общем-то, похожим спектром решений. И интересно, в первую очередь, наверное, услышать ваш взгляд на Россию в мире и на сравнение России и мира с точки зрения омниканального обслуживания, с точки зрения трендов. Мы в общем мировом тренде, у нас какой-то, как обычно, свой путь. Как вам кажется? Я хочу сказать, что, в общем и целом, показатели по России в среднем лучше, чем по миру. И здесь мы, наверное, особенно если сравнивать с Европой, с Центральной и Восточной Европой, Россия здесь гораздо более продвинутая. Но при этом, это, знаете, такая двусторонняя история. Как только растет качество сервиса, а качество сервиса, согласно статистике, ее определяют лидеры рынка. У нас с вами есть компании, которые устанавливают очень высокую планку. Мы можем посмотреть. Три крупных банка. Среди банков Тинькофф, Сбер, Альфа, безусловно. И понятно, что ожидания от другого бизнеса, они становятся тоже сильно выше. И к тем компаниям, которые не обладают возможности, Сбера, Альфа и Тинькоффа, нужно как-то, тем не менее, обеспечивать не худший уровень сервиса, а по возможности и лучший. Понятно, что за глянцевыми интерфейсами тоже много всяких крокодилов и костылей. Но это, безусловно, тот факт, с которым надо как-то мириться и которому надо соответствовать. То есть я хочу сказать, Россия однозначно крайне достойное место занимает. Но тем сложнее и тем более челленджинг эта ситуация для малого и среднего бизнеса, я бы сказала. Ну и для крупника, который не входит в топ-3. Эффект низкой базы нам не помогает. Низкой базы у нас нет. Да, да, абсолютно. С одной стороны, это радует, да. С другой стороны, я думаю, что многих поставщиков сервиса немножко смущает, потому что приходится быть этим. Очень быстро бежать просто для того, чтобы оставаться на месте. Абсолютно точно. Алиса, с нами. Вопрос от коллег в чате. А как получить отчет? Есть ли он в интернете в полной версии или ссылка будет как-то отдельно доставлена? Ну, условно, заходите на наш сайт, а у нас полностью русскоязычный сайт, находите там ссылку на отчет. Я думаю, что мы обязательно в презентацию его тоже добавим, и презентация будет доступна всем участникам. Обязательно ознакомьтесь. Хочу тоже сказать, что у нас на сайте очень много информации о том, как можно сравнивать себя с перами, да, по различным показателям СИЭКС. Это и НПС, и СИСАД. Можно посмотреть, какие показатели в среднем по рынку, по разным регионам. Познакомьтесь, там действительно очень много полезного о том, как использовать эту информацию. А еще вопрос от Тимура. Как часто сталкивается предложение СААС для финсектора с сопротивлением информационной безопасности? И какие кейсы у вас есть по преодолению этого сопротивления? Безусловно, у нас есть много стандартных материалов, да, которые помогают вам обсудить этот вопрос информационной безопасности. Мне кажется, информационная безопасность, она вообще в принципе против, знаете, как в любом. Баба-Яга против, она в принципе против, да, любого вендорского решения, внутреннего решения. Безусловно, у нас есть много стандартных материалов для этого обсуждения. У нас есть российские партнеры, которые помогают вам это разъяснить, как обеспечить полное соответствие 152-му ФЗ, да, и как разобраться и управлять вашими персональными данными. Это нормальная проектная работа. Я хочу сказать, что мой опыт включает в себя, я работала в Microsoft, я работала в Pegasystem. Я хочу сказать, что любая система вендора, западного вендора, проходит достаточно сложную оценку информационной безопасности. Это нормальная работа, и мы с этим работаем. То есть и практика работы именно с российскими реалиями, то есть с нашими требованиями по персональным данным, по аттестации и прочему у вас тоже есть? Безусловно. Угу. Уважаемые участники, еще какие-то вопросы? Вот пока вижу благодарность от Татьяне и Анне за четкое изложение. Не могу пройти мимо нее. Действительно, очень четкий и глубокий доклад, очень хорошее выступление. Какие-то еще вопросы, коллеги? Успевайте. У нас остается буквально пара минут. Коллеги, в любом случае, если вы свои вопросы не успеете мне задать здесь, да, я есть во всех возможных сетях, в LinkedIn и так далее, поэтому, пожалуйста. Так, CRM-системы. Отлично, Сергей, спасибо. У меня как-то раз коллеги посмеялись, что у меня как не вопрос, то любимый. Я, правда, очень люблю вопросы. С точки зрения интеграции CRM, безусловно, это необходимая часть, да, мы об этом говорили. Самый простой ответ. Мы API-first company. Все, что разрабатывает Zendesk, из него сразу торчит API. Еще до того, как там приросло все остальное. Поэтому, если в вашей CRM-системе есть API, скорее всего, и если у вас не что-то особо уникальное, мы с ней уже можем иметь даже стандартную интеграцию. Zendesk – это экосистема. Это сейчас модно, но это факт. У нас есть очень много партнерских приложений, которые позволяют обогатить и наше решение, и очень много готовых интеграций, которые можно просто скачать. Заходите на Marketplace, нажимаете кнопочку «Скачать», и там самые стандартные вещи у нас есть. Есть Dynamics, есть SAP, ну, вот такие прям основные слоники, все есть. Если есть что-то нестандартное, опять же, есть наши партнеры, которые достаточно быстро помогают это сделать. Что интересно, средний проект внедрения Zendesk, 90% наших клиентов внедряются меньше, чем за 8 недель, включая интеграции. Это весьма такой значимый результат, потому что редко в B2B получаются такие быстрые проекты проводить. Я согласна, да. Это действительно хороший показатель. Ну, наверное, последний закрывающий вопрос от меня, вопрос немножко не про технику, вопрос про людей. Как вам кажется, переход в текстовые каналы, переход в цифровые каналы, как он скажется на человечности общения? Станет ли в нашем взаимодействии с компанией меньше персонифицированного, меньше человеческого и больше какого-то стандартного, роботизированного? Многие этого опасаются, потому что не все хотят в этот прекрасный, в кавычках, мир будущего, где всем правят роботы и проявляют, скажем так, обеспокоенность. Дивный новый мир, как у Хаксли. Смотрите, здесь, наверное, нет однозначного ответа. Я выскажусь с двух точек зрения. Во-первых, можно почитать несколько отчетов Teleperformance, да, достаточно крупная компания, тоже наш партнер, которая в основном занимается поставками контакт-центров, которая говорит о том, что голосовое общение ничто не заменит, и это правда. Мы все понимаем, именно поэтому сейчас в любой системе поддержки обязательно должна быть интеграция с голосовыми сервисами. А с другой стороны, я вот уже упоминала сегодня коллег из Альфа-банка Беларуси, и мы также работаем с Альфа-банком Украина, удивительно видеть, как коллеги в онлайн-общении, да, в чат-общении, встроенном в мобильное приложение, в сайт, умудряются сохранить вот эту персонификацию и персонализацию. Если интересно, можно с коллегами пообщаться, они, наши клиенты, они охотно дают референсы, как они этого достигают. Они, во-первых, интересный момент, они всегда используют реальные имена агентов и сотрудников. Знаете, бывает, там должно быть столько-то Маш, столько-то там Оль, столько-то там и так далее. Все, всем по разнарядке выдают имя. Агент поддержки 23, есть даже такие. И это тоже. И коллеги всегда используют именно персонифицированный подход, общение с клиентом с учетом истории предыдущей коммуникации. И у них поощряется, да, вот этот small talk, который до этого, мы сейчас с вами, когда в Zoom с коллегами общаемся, мы когда подключаемся, мы с вами как? У нас все здрасте? И побежали. Я хочу сказать, что здесь, мне кажется, нам пора перенимать опыт европейских коллег, у которых обязательно при вот онлайн, даже при телефонном общении первые три минуты это small talk. Да, про погоду, про там, я не знаю, атмосферу, про обстановку. Если где-то что-то случилось, это надо обсудить. Как будто мы встретились на кухне в реальном офисе. Да, да, да. Нам очень сложно это принять. Вообще, вот мы много говорили сегодня про разницу России и прочим миром. Мы очень straight to business, да, вот у нас сразу там все, пошли дальше. Мне кажется, нам вот этого не хватает, потому что small talk нам кажется искусственным и таким немножко лживым. Но мне кажется, вот в рамках текущей реальности это то, что нам пора принимать как часть реальности.